всем привет с вами олеся надеюсь все в порядке в этом видео хочу привлечь ваше внимание графику на который большинство из вас даже не обращают внимание а большинство его просто игнорируют я также думаю что даже некоторые аналитики которые об этом графике упоминают воспринимают его неправильно и буквально ошибаются так что давайте с вами посмотрим этот график и поймем что он на самом деле значит так как он значительно влияет на некоторые ключевые рынки например драгоценных металлов а также других крупнейших валют а также вероятно на фонду и даже биткоин ребята присоединяйтесь ребята с возвращением итак о каком графике мы сами говорим что же я хочу обратить ваше внимание на график американского доллара перед тем как вы скажете боже мой доллар какая нудятин расскажи о чем-нибудь еще знаете дело в том что на самом деле большинство полностью это не понимают что график есть ситуация с долларом крайне важно мой хороший друг чарли бертон это упоминал влияние американского доллара на остальные ключевые рынки я бы сказал особенно на драгоценные металлы но также и на евро английский фунт очень велико и вот почему нам важно следить за тем что здесь происходит на этом графике американского доллара а также и евро так как евро является инверсией к доллару и так вот о чем конкретно я хочу поговорить в этом видео а также о том что происходит на мой взгляд так как большинство аналитиков сейчас считают что у доллара образовался обратный тренд почему потому что на их взгляд это довольно очевидно потому что они говорят посмотрите доллар только что преодолел вниз движущуюся трендовую линию и оказались выше 200 см а что очевидно что мы в аптренде или в развороте другими словами бычьем развороте или бычьем рынке и определенно это конечно же точка зрения классического технического анализа и кстати посмотрите аналогичная ситуация происходит и на графике с евро на графике евро позвольте мне сейчас включить его на нем происходит совершенно то же самое только в обратную сторону евро только что преодолел вниз 200 недельную sma зеленую линию и линию аптренда так что вы очевидно понимаете почему многие аналитики сейчас говорят что евро в даунтренде или в медвежьем рынке а евро прошу прощения доллар на их взгляд находится в аптренде потому что у него происходит совершенно все наоборот кстати недавно я прочитал книгу физика и философия одного физика верно рога механикой то есть между идея классической физики и видом на мир через квантовую механику я думаю что это также применима и к техническому анализу в классическом техническом анализе который мы знаем из множества различных книг Идея заключается в том, что вы преодолеваете трендовую линию, поднимаетесь выше 200-недельного SMA, вот этой линии здесь, что значит, вероятно, в обычьем рынке. И, конечно, применимо и обратное, если все происходит наоборот, как, например, на графике евро. И вот почему многие аналитики говорят, что из-за того, что цена провалилась ниже 200-недельного SMA и трендовую линию, мы в даунтренде, или для евро в медвежьем рынке. Однако это классический взгляд на технический анализ. Но я думаю, что многое поменялось, особенно в последние годы. Уже не все так просто. Потому что, как вы, наверное, знаете из своего собственного опыта, цена может показать и ложные пробития. Ложные пробития трендовой линии, ложные пробития линии поддержки и сопротивления. Это часто происходит. Моя позиция в том, что нужно дождаться подтверждения. Для того, чтобы убедиться, на самом ли деле это так, развернулись ли мы или нет. Я, кстати, думаю, что это неверно. Я не думаю, что мы находимся для евро в даунтренде. И несмотря на то, что это звучит немного безумно, я не считаю, что евро находится в даунтренде. Я думаю, что это ложное пробитие, а нам следует дождаться подтверждений. Аналогично и для доллара. Я думаю, что доллар также не находится в развороте. И это мой взгляд на корректирующий паттерн ABC. И сейчас я вам объясню, почему. Во-первых, паттерн и структура, которую мы здесь с вами видим, на мой взгляд, выглядит затянувшимся ралли. И на мой взгляд, это волна ABC. Как вы видите, я сейчас вам покажу это на графике. И я думаю, что мы с вами находимся в последней, пятой волне, в волне номер пять, которая C. Это значит, и, кстати, эта красная линия представляет продление проекции волны на 100%. Волны A. Если вы замерите волну A и продлите ее из нижней точки B, то получите абсолютно точно 100%, что мы недавно достигли на уровне 104, примерно 105. Это стопроцентное метрическое продление волны C. И? Может ли это продлиться дальше? Да, может. В сухом остатке я не утверждаю, что волна C, этого корректирующего паттерна ABC, достигла предела. У нас еще пока нет подтверждения. Я вам объясню, что я думаю может стать подтверждением. Но я думаю, что нужно быть осторожным, потому что тот момент, который нам нужно дождаться, чтобы получить подтверждение, что тренд развернулся или нет, это следующий откат. Поэтому вместо того, чтобы просто говорить, что тренд развернулся, так как мы преодолели 200-недельный SMA, а также трендовую линию, я бы сказал, давайте дождемся следующего отката. Потому что я думаю, что откат приближается. Почему? А потому. Посмотрите на график доллара на недельном таймфрейме. Вы увидите, что доллар перекуплен по индикатору RSI. Посмотрите, на индикаторе RSI здесь две настройки. Краткосрочная, уже около 100. Довольно перекуплено. И вы знаете, что как только мы получаем перекуп, особенно за последние несколько месяцев, у нас образовывались откаты. У нас происходили откаты, когда образовывались условия перекупа для доллара. Поэтому здесь нам нужно быть очень осторожными. И еще одна причина с точки зрения статистики, сколько недель у нас образуются зеленые свечи? Почти 8 недель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 недельных зеленых свечей. И в точности обратное справедливо и для евро. Да, это график евро. И посмотрите, у евро 8 недель с красными свечами. Почти. Да, верно. 8 красных недельных свечей. И евро находится в зоне перепродажи. Полностью противоположная картина доллару. Ситуация перепродажи. 8 красных недельных свечей, то есть увеличивается вероятность наступления отката для перепродажи. И 8 красных недельных свеч увеличивает вероятность образования зеленой свечи. Отката в другую сторону, на мой взгляд. Как бы отскока. Особенно с учетом того, что мы приближаемся к поддержке. 50-недельные СМА и предыдущих низов. Почти. Вот здесь. Поэтому я думаю, что мы находимся на уровне для евро. И причина, почему я упоминаю евро, потому что это инверсия для доллара. В идеале вам нужно смотреть за обеими. Евро и доллара. Потому что это дает большее понимание. Евро достигает ключевого уровня поддержки. 50-недельные СМА не так далеко. С учетом перепродажи и 8-недельных красных свеч, статистически значит, что вскоре мы должны получить зеленую свечу. Не прям наверняка, но потенциально. Речь про вероятность. И это еще не все. Есть еще одна причина, почему я считаю, нужно внимательно смотреть на эти графики. Дело в том, что если посмотрим на график евро, на часовом таймфрейме... Так? Дайте-ка я вам сейчас включу. Мы переключаемся на часовой таймфрейм и включаем MACD. Как вы уже знаете о дивергенциях, это вы должны знать из технического анализа. Как только у вас образуется последовательность нисходящих низов, при этом восходящих низов на MACD, то есть восходящие низы на MACD, но нисходящие низы на цене, сигнализируют нам о потенциальной положительной дивергенции, то есть обычке. Однако, как я уверен, вы знаете, одного этого недостаточно. Необходимо преодолеть сопротивление. Я имею в виду, по крайней мере, преодолеть предыдущие верха, возможно, 108, чтобы получить подтверждение, возможно, вот здесь, 10840, чтобы подтвердить дивергенцию и показать нам достижение цены дна. Так что будьте осторожны. Я не утверждаю, что мы достигли дно. Только лишь из-за позитивной дивергенции не значит, что мы достигли дна. Нам нужно преодолеть сопротивление. И об этом поговорю чуть позже. Но это все хорошие знаки, что мы потенциально достигли дна для евро. В точности эти же вещи, но в развороте. Применимы и для доллара. Если мы с дневки переключимся на часовик и включим MACD, мы видим точно такую картину только в развороте. Позвольте вам это показать. У нас образовались восходящие верха на графике для доллара. При этом посмотрите, нисходящие верха на MACD. То есть негативная дивергенция на графике доллара на часовом таймфрейме. Это также является сигналами о ослабевании тренда. Тренд, точнее, сила восходящего тренда для доллара ослабевает с такой дивергенцией. Но, опять же, необходимо получить подтверждение преодоления поддержки, поэтому по одной лишь дивергенции, позвольте мне повториться, только из-за того, что у нас есть дивергенция, негативная дивергенция, не означает, что доллар достиг верха. Потенциально он может пойти еще выше. Но я лишь говорю о том, что нужно дождаться преодоления поддержки вот этого уровня здесь. По крайней мере. 1.04, но даже вот этот уровень еще лучше. 1.03.5, для того, чтобы получить сигнал, что вершина достигнута для доллара. Давайте переключимся на дневной график доллара. И здесь я хочу вам показать еще кое-что. Это связано с евро. Помните, что евро в настоящий момент перепродан и приближается к зоне поддержки. Как я упоминал, он приближается к 50-недельным SMA в зоне перепродажи. Но посмотрите сюда. Но эти графики сезональности, спасибо StockChart.com, показывают нам для евро то, что сентябрь может быть немножко негативным. И эта потенциальная сезональность говорит о том, что, вероятно, октябрь и ноябрь будут положительны. То есть из этих графиков, как мы с вами видим, позитивная сезональность для евро начинается в октябре и ноябре. Особенно в декабре. Это кое-что о чем нужно помнить. Следующие месяцы после сентября могут быть очень положительными для евро. И это подтверждает мою точку зрения, что для евро может образоваться потенциальный отскок в ближайшие недели. И для начала давайте пройдемся по графикам евро. Еще раз давайте повторю. В настоящий момент у нас нет никакого сигнала, что евро достигло дна. А также никакого сигнала, подтверждающего, что доллар достиг верха. Все, что нам нужно, это дождаться подтверждения. Но как мы получим подтверждение? Во-первых, для евро я хочу дождаться преодоления зоны сопротивления. А где она у нас для евро? Как вы видите, вот здесь. Этот район требует очень большого внимания. Между 10840 до 10882. Это будет первым сигналом. Если у евро получится нарисовать красивую милую зеленую свечку, давайте предположим, что у нас образовалась милая зеленая свеча выше этого диапазона. Это будет первым подтверждением, что быки вернули себе контроль. А мы потенциально видим разворот и образование дна. То есть я хочу увидеть, как евро преодолело 10840. Этот уровень, который минимум евро должно преодолеть и закрепиться, чтобы показать нам, что быки вернули себе контроль, и потенциально мы сформировали дно. Но также мне необходимо и дальнейшее подтверждение, преодолев 1.0945. Так? Этот уровень также необходимо евро преодолеть, чтобы вернуться в бычий рынок или продолжение аптренда. Так что следите за этими двумя уровнями 1.0840 и уровень над ним 1.0945. Если в следующие две недели эти два уровня будут взяты, или потенциально в октябре, это может стать очень сильным сигналом, что мы, вероятно, перемещаемся в аптренд или бычий рынок. И, кстати, это наиболее вероятный сценарий, который я ожидаю. Но при всем при этом, я жду подтверждений. Но вот как мы можем понять, что я не прав. Если я с этими взглядами не прав, евро должно упасть ниже поддержки, то есть до низов марта. Если оно провалится ниже, если это произойдет, то, вероятно, я был не прав. В своем бычьем анализе по евро. Так? Вот что я думаю. Но повторюсь, что я не думаю, что это произойдет. Это, конечно, вероятность и риск. Но все, что я говорю, то, что наиболее вероятно, то, что мы, скорее всего, пойдем выше сопротивления. Но нужно увидеть подтверждение, достигнув выше 1.084 и 1.088, чтобы показать нам то, что, вероятно, дно сформировалось для евро. Что же касается доллара, на мой взгляд, доллар сохраняется в даунтренде, пока мы находимся ниже уровня сопротивления. Вот об этом сопротивлении я говорю. Предыдущие верха, достигнутые в марте. Около 1.05, 105.88. И пока доллар остается ниже этой синей линии, я думаю, мы в даунтренде. И для доллара преодоление этой линии, я думаю, является ложным пробитием. Я думаю, это наиболее вероятно. Однако, вот как мы можем дополнительно увидеть подтверждение этой гипотезы. Если я прав, если я прав, что данное ралли для доллара, которое затянулось и привело к перекупу, если я здесь прав, то доллару необходимо опуститься ниже уровня поддержки. И я думаю, вы это уже поняли, где находится поддержка. Вот здесь. Я его здесь пометил. Ключевой уровень поддержки 1.02.9. Давайте упростим и скажем 103. Так что 1.03.5 находится у уровня поддержки. И нам нужно опуститься ниже, чтобы получить подтверждение вероятного завершения вершины. Но я хочу увидеть дополнительное подтверждение, опустившись ниже 1.03. Или 1.02.93. Если доллар сможет опуститься ниже этих уровней, обоих этих уровней, если у доллара получится преодолеть оба эти уровня, 103.5 и 103, или 102.93, то очень вероятно, шансы увеличатся, что в настоящий момент вершина для доллара действительно формируется. Но запомните, нам нужно увидеть подтверждение, пока этого не случилось. Даже, хоть я и думаю, что это вероятный сценарий, я хочу дождаться подтверждения. Поэтому сейчас я призываю вас к осторожности. Необходимо быть очень осторожным, так как никакого сигнала о том, что цена достигла вверх, еще нет. И пока доллар сможет оказываться под этим важным уровнем сопротивления, позвольте мне все откатить, чтобы мы еще раз посмотрели. Идеально доллар должен оставаться ниже мартовских хаев. Вот этот уровень, о котором я говорил. 105.88. Ниже него. И также опуститься ниже уровня поддержки. 103.5 до 103, чтобы показать нам, что вершина для доллара достигнута. И я думаю, что это самый вероятный сценарий. Пробитие ниже уровня поддержки, вот здесь, что станет сигналом пробития ниже уровня 1.03. Это станет подтверждением достижения вершины для доллара и коррекции ABC. Так что следующий откат, я говорю о следующем откате для доллара и следующим откатом для евро, будут крайне важны. И вот чего нам надо с вами ждать. И пока этот конкретный откат будет импульсным и пробьется ниже уровня поддержки, например, для доллара 103.5 или 103, это подтвердит мою точку зрения, что мы в даунтренде для доллара или в продолжении даунтренда для доллара и в продолжении аптренда для евро, если будет преодолено сопротивление. Вот такой расклад, и я думаю, это вероятный сценарий, исходя из того, что доллар не преодолеет 105.88. Если доллар преодолеет это сопротивление мартовских хаев, возможно, я передумаю, потому что это будет значить, что, вероятно, я ошибся в моем медвежьем анализе по доллару. То есть в идеале нам нужно оставаться ниже мартовских хаев, чтобы получить подтверждение моего долгосрочного медвежьего взгляда на доллар. И, кстати, если доллар пробьет, если доллар определенно преодолеет и опустится ниже этого уровня поддержки, 103.5, до 103, то есть опустится ниже этого уровня поддержки, это будет бычьим сигналом для ценных металлов, золота и серебра, и, очевидно, также бычьим сигналом для евро, а также для фунта стерлингов, и, возможно, даже для фондовых рынков. Но в сухом остатке то, что пока мы с вами смотрим на доллар, нам необходимо быть осторожными. Я не думаю, что доллар образует разворот тренда. Это мое личное мнение. Я думаю, что это ложное пробитие и BC-коррекция. И все, что я жду, это подтверждение. Давайте представим, что мы получили подтверждение ниши уровня 1.03, то это подтвердит мою точку зрения, но увидим. И, ребят, это все по графикам. Большое вам спасибо, что посмотрели. До встречи в следующем выпуске. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...